Кризисная ситуация с беженцами обернулась проблемами для самих граждан Европы. Этой ночью Сербия заблокировала свои погранпереходы для грузового транспорта из Хорватии в ответ на то, что соседи перестали пускать не только сербские фуры и легковой транспорт, но и людей с сербскими паспортами. Импорт товаров тоже остановлен. Таможенная война началась из-за того, что Загреб потребовал от Белграда прекратить подвозить к их границе автобусы с выходцами с Ближнего Востока и Африки. А там отказались. Тем временем венгерские полицейские сообщили о новом рекорде. Впервые приняли сразу 10 тысяч беженцев за день. При этом в Европе готовятся к очередной волне тех, кто хочет получить убежище. Лидеры Евросоюза, которые только за полночь разъехались с экстренного саммита ЕС, договорились решать проблему глобально, остановить эти потоки еще до того, как они достигнут европейских рубежей. И все активнее звучат призывы о необходимости привлечь Россию к урегулированию кризиса. Иван Благой продолжит. Если кто-то ожидал, что эта встреча обернется скандалом, то он ошибся. Меньше взаимных обвинений. И понимание сказать всем добро пожаловать объединенная Европа просто не может. Потому что желающих обрести убежище в странах ЕС миллионы. Глава Евросовета Дональд Туск сам недавно посетил лагеря беженцев в Иордании и Турции. Понимает масштабы гуманитарной катастрофы. Главное испытание для европейцев впереди. Совершенно очевидно, что еще большая волна беженцев только ожидается. Поэтому мы должны изменить политику открытых дверей и окон. Теперь в центре внимания должна быть защита наших внешних границ с помощью беженцам и странным соседям. Речь идет о финансовой поддержке Иордании, Ливана, Турции и Македонии. Она составит почти 2 миллиарда евро. Еще 600 миллионов пойдут на охрану внешних рубежей ЕС. Пол миллиарда евро решено выделить на гуманитарную помощь. Ну а в Греции, Италии и Болгарии создадут так называемые «хотспоты» — специальные центры, в которых беженцы будут проходить регистрацию и сдавать отпечатки пальцев. Такие центры должны открыться до конца ноября. В Брюсселе, впрочем, никто не скрывает, эти меры далеко не панацея. Заборами тоже отгородиться не получится. Надо останавливать войну в Сирии. Канцлер Ангела Меркель готова к диалогу в том числе и с президентом Сирии Башаром Асадом. Речь идет о многих игроках, и это не только Асад. К ним относятся Соединенные Штаты и Россия, а также важные региональные партнеры. Это, например, Иран, Саудовская Аравия. Мы не сможем извне решить конфликт без привлечения стран региона. У нас много различных вызовов и задач. Например, борьба с террористической группировкой «Исламское государство». Что же касается защиты внешних рубежей Евросоюза, то в Брюсселе в начале октября пригласили президента Турции. Граница этой страны с Грецией контролируется из рук вон плохо. Изменить ситуацию без помощи турок невозможно. Но у Анкары свои интересы в Сирии и свое видение выхода из кризиса с беженцами. Формальное предложение турецкой страны сейчас — создание безопасных зон. Это не то, что нам нужно, потому что они предлагают создать 80-километровые безопасные зоны с присутствием европейцев и США, с военным контролем, бесполетной зоной и присутствием на земле. О тайных договоренностях Анкары и Вашингтона по созданию бесполетной зоны вдоль турецко-сирийской границы говорят уже больше года. Опасный план, способный раздуть пламя войны, еще ярче. В этих играх США рискуют гораздо меньше европейцев. Беженцы через океан не поплывут. Европа не должна принимать беженцев в одиночестве. Есть другие страны, например, США и Канада. Именно поэтому мы намерены провести международную конференцию по проблеме миграции. На фоне этих заявлений едва не забыли о вопросе распределения в странах ЕС дополнительно 120 тысяч беженцев. Споров не было. Лидеры, по сути, молчаливо согласились с решением министров внутренних дел. Оно было принято, несмотря на протесты ряда восточноевропейских стран. Квотом в итоге быть. И вам благой Дмитрий Волков, Андрей Михайлов, Первый канал, Брюссель.